Здравствуйте! В эфире программа новости в студии Жен-Сая Мусина. Коротко о главном. Всех на счетчих. В квитанциях за апрель появится графа СУДН за электроэнергию. Дальше идут внутридомовые сети. Эти внутридомовые сети находятся в общей собственности жильцов этого дома. Электроконкурс. Третье место на международном фестивале по робототехнике заняли воспитанники дворца школьников. Выиграли двух соперников, проиграли одному. Имена города. Мы продолжаем рубрику о тех, в честь кого названы улицы Балхаша. Меня не предало чувство того, какой-то ответственность, чтобы держать нашу фамилию. И теперь обо всем поподробнее. ОДН в поле воин. В счетах за электроэнергию с этого месяца появится новая графа с показанием общедомового счетчика. 248 многоэтажек по Балхашу подключены к приборам. Остальные подготовят к юню. Хозяева сетей Балхашэнерго будут отвечать за потери до распределительного устройства в доме. Дальше все за счет жильцов. Подробнее мы расскажем в следующем материале. С этого месяца в квитанциях за свет уберут графу подъездное освещение. Вместо нее появятся показания ОДН. Такие счетчики установили во всех домах, кроме 260 объектов, обслуживающей организацией Балхаш-Универсал. ОДН выявляет разницу между тем, сколько жильцы использовали внутри квартиры и сколько вообще электроэнергии ушло на освещение всей многоэтажки. В каждом квартале имеется трансформаторная подстанция понижающая, которая подключена к определенному фидеру. От подстанции к каждому дому отходит низковольтный кабель, который непосредственно осуществляет электроснабжение данного дома. Границей балансовой принадлежности являются наконечники кабеля, входящего в одно распределительное устройство дома. Дальше идут внутридомовые сети. Эти внутридомовые сети находятся в общей собственности жильцов этого дома. В соответствии с пунктом 1 статьи 189 Гражданского кодекса Республики Казахстан, собственник несет ответственность за содержание принадлежащего ему имущества. По праву общей собственности жильцам принадлежат и те части дома, которые не находятся в индивидуальной собственности – подъезды, лестницы, крыши, чердаки, подвалы. В соответствии со статьей 35 закона РК о жилищных отношениях, собственники помещения обязаны участвовать во всех расходах на содержание общего имущества. Здесь мы несем ответственность. Все потери в этих сетях, все хищения, если они возможны, ремонтные работы, аварийные работы – они ложатся на плечи КГП «Балхаш-энерги». Все, что после этой границы зашло в дом – это уже небалансовая принадлежность «Балхаш-энерги». Показания ОДН и индивидуальных счетчиков должны сниматься день в день после 20-го числа каждого месяца. Если в дневное время сотруднику «Балхаш-энерги» не удалось записать цифры у вас в доме, то они придут после 7 вечера. А если и так не достучались, то тогда контролеры воспользуются правом до двух месяцев выставлять условные показания. У нас есть график снятия показаний приборов учета на ОДН и по КСК. Открывают, значит, РП дома нам электрик КСК, потому что нам потом его подпись нужна, чтобы не было расхождений. Потом, значит, у нас эти все документы идут в жилищную инспекцию, потому что тоже подпись их нужна. Магазины, фирмы и частные офисы, расположенные в многоэтажных домах, остались вне расчета общедомовых приборов учета. У них есть отдельные счетчики, установленные до устройства ОДН. Что касается тарифов для физических лиц, в организации Казэнергоцентр пояснили, что 1 кВт электроэнергии будет стоить 16 тенге 50 тенге. Но это только до тех пор, пока цена не пройдет экспертизу у антимонопольной организации. Тем временем Казахстан назвали государством самой дешевой электроэнергии среди стран Европы. В мировом рейтинге наша республика занимает второе место, уступая лишь Украине. Эксперты подсчитали, что в среднем электроэнергия в государстве стоит 10 тенге и 5 тен. Названы города Казахстана и с самыми дорогими тарифами на свет. Очень высокая цена для потребителей, использующих электроплиты, зафиксированы в Кустанае. Там за 100 кВт-час горожанам приходится платить 1723 тенге. На втором месте Алматы там за такой же объем тока граждане платят 1602 тенге. Талдыкурганцы за 100 кВт-час платят на 69 тенге меньше, чем алматинцы, и это третий показатель по стране. Если бы рейтинг коснулся не только мегаполисов, но и малые города, то Балхаш в этом списке спокойно расположился бы между Кустанаем и Алматы. Самые низкие тарифы зафиксированы в Актау и Атырау – 456 и 567 тенге за 100 кВт-час. Раздел обязанностей. Штат государственных судоисполнителей сократят на 60%. Пора увольнения началась в первом квартале 2016 года. Во втором пять из восьми сотрудников переведут в частные службы либо в Министерство юстиции. Отныне те, кто остался при государственной службе, будут заниматься только должниками и своими коллегами. Это работники Акимата, здравоохранения, образования, управления, госдоходов и других структур. Оштрафованные больше чем на тысячу МРП также придут на ковер к государственным судоисполнителям. Другие дела над физическими и юридическими лицами, в том числе вопросы по элементчикам, перешли в компетенцию частных должностных лиц. Сейчас ведомство передает им все необходимые документы. На данный момент в городе только три частных судоисполнителя. В области их около 130. Государственные судебные исполнители будут заниматься только должниками из государственного учреждения. Есть еще категории неимушетного характера, сностроение, обязывающего характера исполнения, арест, снятие ареста, обеспечение иска, отмена обеспечения иска, выселение. Вселение подпадает под категории, исполняет который государственный судебный исполнитель. Специалисты по камням. В воскресенье свой профессиональный праздник отметили геологи. Дата вернулась в красный календарь в этом году. А кто эти специалисты и чем они занимаются, узнали школьники и студенты города в библиотеке Сырлас. И причем от первоисточника. Рассказать о своей профессии пришел один из первых геологов Казахстана Ерлан Набиев. Всю жизнь он проработал на Саякском руднике, куда попал еще на третьем курсе института. Начинал с разведчика, потом стал инженером-геологом. После еще 15 лет трудился главным геологом. Ерлан Набиев первым нашел на руднике мрамор. За открытие его наградили медалью министерства. Сейчас эта профессия особенной популярностью не пользуется, хотя хорошие специалисты в дефиците. Раньше профессию геолога всегда связывали с романтикой. Многие ее поэтому и выбирали. Сейчас все идут в экономику, финансы. Я всю жизнь проработал на руднике в Саякской геологической разведательной партии. Начиная с 1971 года. Мы проводили разведку, делали взрывы и исследовали карьеры, чтобы оценить объем запасов руды. Имена на карте. А мы продолжаем серию сюжетов об улицах Балхашам, посвященных Дню города. Сегодня речь пойдет об известном экономисте и педагоге Тюле-Укадыре Тухтамысове и строителе Василии Язеве. Почему в честь этих людей назвали наши районы и какой след они оставили в истории города, смотрите в следующем материале. Эта улица в рабочем поселке была Октябрьской до 2007 года. Она одна из последних получила новое название. В феврале вышел приказ переименовать ее в Тухтамысово в честь известного экономиста и педагога. Фотографии мужа и брата семья Тухтамысова хранит как реликвию. По ним можно прочитать всю биографию знаменитого балхашца. Родился Толе-Укадыр Тухтамысов в 1934 году в Актагайском районе селе Жидибай. В 1943-м переехал в Балхаш и пошел в школу имени Абая. После учился в Алматы в Казгу имени Кирова на факультете экономики. С 1958 года возглавлял отдел протснаба в Балхаше. Примерно в это же время женился. В этом доме мы живем с 60-го года. Все четыре нашей дочки родились здесь. Он очень любил детей. Всем сам выбирал имена. Он очень много работал, часто допоздна засиживался. Но мы все понимали. Даже уже на пенсии участвовал в жизни города. Помогал решать проблемы библиотекам, музею. С 1971 до 1985 года Тухтамысов был директором горно-металлургического техникова. По его инициативе построили современное здание БГТУ. Открыли новые факультеты. И до самой пенсии до 1995 года Толио Кадыр Тухтамысов продолжал преподавать. Он всегда был примером для нас. Маяком для нас. Даже когда я учился, я у него учился в вечернем институте. Он вел у нас предмет научный коммунизм. Я всегда тщательно готовился к урокам. Меня не вхидало чувство того, какую-то ответственность, чтобы держать нашу фамилию. Толио Кадыр Тухтамысов. А эта улица знакома многим горожанам своими ярмарками. И мало кто знает, что 18 лет назад она называлась «40 лет казахстанской правды». И только в 1998-м стала Язева. Василий Язев родился в 1913 году. В 1934-м случайно попал на Балхаш вместе с выпуском московского техникума, чтобы строить завод. Специалистов на стройке не хватало. И юношу сразу назначили прорабом. В 1947 году он работал начальником строительного управления Треста. После управляющим Трестом при Балхашстрой. В 1958-м Язеву присвоили звание Героя социалистического труда. Балхашин начинал работать с Кунаевым. Под его руководством строился завод. Начинал он с Восточно-Колонравского рудника. А потом, значит, они его перевели в город. Даже приглашал его Сталин на доклад, что они там делают, как они там складываются. В 1959-м году его перевели в Караганду. Я стал заместителем председателя Углсполкома по строительству. Виктория Абуханцева, Лесту, Кибека, Форкин-Мидия. Пинг-понг. Сегодня во второй раз во всем мире отмечают День настольного тенниса. Эта игра появилась больше века назад, а с 1988 года вошла в состав Олимпийских. Примечательно, что 6 апреля еще и Международный день спорта. А где у нас в городе можно покидать мяч на миниатюрном корте, из какого возраста принимают в соперники, узнавала Виктория Буханцева. Уже почти год 10-летний Данил Мурат не расстается с ракеткой. В секцию по настольному теннису его привел друг. С тех пор мальчики стали соперниками, но только в пинг-понге. Игра приносит не только удовольствие, но и спортивные достижения. Пятиклассник не раз участвовал в городских и областных соревнованиях. Мой друг показал это место, плохой мне, Владик. После этого, когда я показал, мне очень порнавилось это место. Я сразу же научился. После этого я ходил на разные олимпиады, на областную. И было тяжело, я не смог занять место. Но я пока тренируюсь или научиться. Клуб любителей этой игры появился в городе в начале 2015-го. За год в ученики записались больше 60 человек, причем разного возраста. В тренера взяли участницу женской сборной города, в копилке которой золото областной спартакиады. Даже с детского сада приходят по пять лет, трое человек есть. Ну и самые взрослые, это с группы здоровья, уже за 60, около 70. Дети наши ездили на спартакиады школьников на областную в Караганду. В январе заняли четвертое место. Родиной настольного тенниса официально считается Англия. Название «пинг-понг» произошло от звука удара мяча об стол и ракетку. Последние, кстати, изначально были другими. Сначала их делали из гладкого дерева, затем стали применять покрытие из пробки. Но такая поверхность убрала из игры динамику, и ее решили заменить на резину. Улучшенные ракетки привели к появлению новой техники быстрой атаки и новой эре настольного тенниса. При ударе мяч развивает скорость до 170 км в час. При этом его траектория меняется постоянно. Пинг-понг развивает хорошее зрение, реакцию и координацию движений. В последнем теннисисты могут сравниться только с канатоходцами. По энергетическим затратам игра занимает пятое место, а также помогает снимать хроническую усталость и стресс. Так что беремся все за ракетки и укрепляем свое здоровье. Виктория Буханцева, Схат Тобайк, Оркен Медиа. Киберчемпионат. Балхашские робототехники побывали на международном фестивале, который состоялся в городе Караганде. Среди больше 300 участников в разных номинациях нашим досталось третье место. Его обладатели Асала Кимжанов и Айтури Мажитов из 16-й школы. Дуэт испытал своего кибер-друга в номинации «Кегель-ринг» для начинающих. Их робот с первой попытки удалил все 8 кеглей с доски. На второй не справился с одним объектом. Свою удачу испытали еще две балхашские команды. Они не вошли в тройку победителей, но получили сертификаты участников фестиваля. Также юные робототехники дворца школьников посмотрели, как бесконтактно управлять квадрокоптером и познакомились с коллегами по хобби из России, Сербии и Монголии. Механическая сумма. Прошли в полуфинал, выиграли двух соперников, но проиграли одному. Если бы мы его выиграли, мы бы заняли бы третье место. А так мы четвертое место заняли. На этом все. Встретимся с вами завтра в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова